Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенный день с точки зрения содержания экономического календаря. Я вас предупреждал то, что основные движения этой недели придутся как раз на текущую торговую сессию на завтра и пятницу, потому что завтра у нас заседание ЦБ, а в пятницу важнейший официальный отчет по состоянию американского рынка труда Non-Farm Parals. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 будем разбирать данные по индексу цен производителей. Это отчет по промышленной инфляции, тоже очень важный индикатор, потому что инфляция напрямую влияет на действия регулятора по процентной ставке, и этот показатель связан с действиями Европейского центрального банка. Я очень рассчитываю на то, что Европейский центральный банк все же пойдет на смягчение экономической политики, но прежде сегодня нам нужно переварить решение Банка Канада по ключевой процентной ставке. И кто знает, может быть, именно канадский регулятор создаст прецедент смягчения экономической политики, а ЦБ будет тем регулятором, который продолжит вот этот вот тренд на отказ от высокой процентной ставки. Помимо данных по индексу цен производителей еврозоны, в 12.15 по GMT ждем отчет по состоянию американского рынка труда ADP. Это традиционная репетиция перед выходом официальных данных по Non-Farm Perils. И на основании тех цифр, которые мы можем увидеть, я думаю, что стоит судить уже о характере именно показателей и цифр отчета Non-Farm Perils. В 13.45 по GMT решение по ставке Банка Канады. И в 14.00 по GMT АСМ в сфере услуг США. Я думаю, вы все прекрасно помните, как доллар начал эту неделю, когда вышел отчет АСМ промышленного сектора. И здесь реманка. Промышленный сектор генерирует не больше 20% вклада в показатели ВВП. Сфера услуг — это больше 70% вклада. Поэтому очевидно, что реакция рынка на отчет по сфере услуг будет более интересной. Но здесь у нас крайне оптимистичные ожидания. Я очень рассчитываю на то, что покупатели доллара смогут заручиться достойной поддержкой этого релиза и смогут вернуться, ну или по крайней мере приблизиться перед данными по Non-Farm Perils к сопротивлению 105 пунктов. Текущие котировки по индексу доллара 104.12. Мы понимаем, что распродажи, которые последовали с открытия недели, они как раз стали следствием реакции трейдеров на отчет АСМ промышленного сектора, который снизился с 49,3 до 48,7. Но этот релиз мы уже разбирали, поэтому, наверное, возвращаться к нему не будем. Я только что отметил, что у нас есть потенциальные компенсаторы этого негативного фона в виде релизов по активности в сфере услуг, а потом по данным рынку труда. Какие прогнозы по УДП? Ожидается, что количество новых рабочих мест снизилось с 192 тысяч до 173. Ну, я полагаю то, что на самом деле фактически цифры могут быть повыше, потому что вчерашний отчет по количеству открытых вакансий Джолдс явно указал то, что этих вакансий сократилось практически на 300 тысяч. И я думаю то, что должен быть какой-то логический отклик в динамике прироста новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. И, конечно же, речь будет идти потенциально о неплохом приросте. Отчет АСМ в сфере услуг. Прогнозы роста показателя с 49,4 до 50,5. То есть, фактически, мы сегодня можем убедиться в том, что сфера услуг США выбралась из зоны спада в зону роста. И это уже очень хороший задел для будущего восстановления показателя ВВП и причина сохранения на рынке повышенных инфляционных рисков. Потому что чем динамичнее будет расти сфера услуг, тем больше рисков опасений того, что инфляция в американской экономике останется повышенной. Параллельно, друзья, будем следить на основании сегодняшних релизов за тем, как изменится вероятность снижения процентной ставки в ходе сентябрьского заседания. Сейчас эта вероятность составляет 55%, но если релиз, который мы ожидаем, не разочарует, то эта вероятность, разумеется, станет ниже. И я по-прежнему не уверен и сомневаюсь в том, что американский регулятор пойдет на смягчение экономической политики в ходе сентябрьского заседания. Сохраняя длинные позиции по доллару и почти уверен в том, что американская валюта, индекс доллара, закрепится гораздо выше 105 пунктов и обосновывается там на какое-то продолжительное время. Золото 2336 долларов за тройскую унцию, сентимент снова изменился, сейчас это 50 на 50. Рынок в прямом смысле не знает, что будет дальше, потому что очень насыщенный фундамент, каждый релиз провоцирует серьезную реакцию рынка, и трейдеры никак не могут определиться все-таки с будущими решениями Федрезерва по ключевой процентной ставке. В таких условиях, конечно же, в актив лучше не лезть. Я полагаю то, что появятся какие-то предпосылки для открытия сделок не ранее, выхода данных по Non-Farm Payals, поэтому, скорее всего, золото придется отложить уже до следующей недели. Доллар канадец 1.3673, сегодня ждем заседания Банка Канады. По прогнозам ставку снизились с 5% до 4,75%. Предпосылки для этого действительно есть, это очевидное замедление индекса потребительских цен, слабый показатель ПВП и слабость промышленного сектора, что доказывает то, что канадская экономика, как, впрочем, и многие другие регионы и страны, очень нуждается в мерах экономического стимулирования, одной из которых может стать как раз более низкая ставка на фондирование. Поэтому реакция канадского доллара на снижение процентной ставки и смягчение экономической политики, но, априори, должна подразумевать то, что канадский доллар может оказаться под давлением. В пятницу выйдут данные по рынку труда Канады. Здесь прогнозы крайне пессимистичные. Общее количество занятых снизилось по прогнозам с 19 тысяч до 25 тысяч, а уровень безработицы вырос с 6,1 до 6,2%. Также, друзья, акцент на то, что на канадский доллар напрямую влияет ситуация на рынке нефти, которая удручающая, потому что покупатели капитулировали, а продавцы смотрят на уровни, которые гораздо ниже. И явно, на мой взгляд, претендуют на то, чтобы продавить бренд в район 75 долларов. Как раз это наш целевой ориентир и потенциально даже ниже. Вот как раз на этом фоне предлагаю обсудить ситуацию с рынком нефти. 77,50 текущие котировки. Помимо итогов заседания ОПЕК, мы их разбирали, на стоимость нефти сейчас давит последний отчет от Американского института нефти о росте запасов, которые выросли на 4 миллиона баррелей. Сегодня выйдет также официальная статистика от администрации аналитической информации. Я думаю, что мы и от официального релиза тоже увидим подтверждение увеличения запасов. Поэтому это еще один риск для котировок нефти. И еще одна причина, почему бренд в ближайшие торговые сессии может добраться до вот этой психологической планки в 75 долларов и преодолеть ее. Рынок криптовалют Биткоин 70 800. Наше ожидание того, что Биткоин обоснуется над уровнем сопротивления и превратит его в поддержку, оправдались. Продолжающийся приток инвесторского капитала в Биткоине ТЕФ поддерживает это ралли. Мы видим то, что в целом оптимистичное настроение характерно для всей криптовалютной секции. И рынок все еще ждет официального запуска фондов на основе эфириума. В ближайшие дни полагаю то, что настроение на рынке не изменится. И нам, друзья, нужно уже привыкать к тому, что Биткоин будет торговаться выше 70 тысяч. Доллар иена 155.45. Семь инфин Японии наконец-таки спустя практически месяц подтвердил то, что валютные интервенции имели место быть месяц назад и были направлены на стабилизацию курса и снижению, ослаблению спекулятивного давления на курсы национальной валюты. Банк Японии вчера также подтвердил, что внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, потому что то, что происходит с иеной, напрямую влияет на инфляцию. И, на мой взгляд, это еще один жест, своего рода словесная вербальная интервенция, которая доказывает то, что значительно более слабую иену мы уже не увидим. И просто нужно ждать последовательного монотонного снижения этого дуэта финансовых активов к поддержке 150 иен за доллар. И американский фондовый рынок S&P 500, 5312 пунктов, рост продолжается уже четвертую торговую сессию. Здесь без каких-либо сомнений просто находимся и сидим в длинных позициях и ждем новые исторические максимумы и тестирования очень важного уровня, которого мы, правда, никогда еще не видели, 5500 пунктов. Я думаю, что впоследствии S&P будет торговаться даже гораздо выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.